Доброе утро, дорогие друзья. Вот и шаббат на носу. Интереснейшие слова в этой недельной главе были. Лицом к лицу говорил с вами Бог. Я расскажу коротенькую историю, которую описал человек, с которым с ним это произошло. Он вернулся к Вере и рассказывал, как это было. Учительный смысл очень. Взаимоотношения между людьми. Однажды утром он выходил на работу, в машине заглох мотор, и не мог продолжать поездку, рассказывает он. Встал возле обочины, встал в спасение. Рядом останавливается вдруг автомобиль. В нем религиозный водитель, который ехал в дноябрак. Этот водитель стал интересоваться, что произошло. Увидев, что у меня неприятность, вызвался помочь. Поломка оказалась серьезной, ремонт занял много времени. Но, тем не менее, я сказал этому религиозному водителю, чтобы он продолжал свой путь и не тратил много времени. Но он не согласился, пока не услышал, что мотор заработает, не уеду. Со мной было около 40 минут, когда услышал звук мотора, поехал дальше. Я протянул руку к кошельку, вытащил копиру в 100 долларов, предлагая ему в качестве оплаты за свою работу, но он отказался брать. Причем сказал, очень естественно, разве я стану исполнять, менять заповедь на денежную копиру. И хотя я пытался уговорить его, но уехал. Мы разошлись, и с тех пор я искал вот как-то этого человека, и так, чтобы отплатить ему, но не нашел. Прошло полтора года, еду я по дороге в другом месте на севере страны, и вдруг вижу, что человек застрял с машиной, стоит у обочины, его машина такая, как моя. Я остановился, увидел, что проблема с колесом. Я решил, что вспомнил, что мой сын сегодня ночью принес мне дополнительное колесо, которое подходит к этой машине. Я установил ему новое колесо, и в этот момент что-то произошло. Гляжу в лицо этому застрявшему водителю, и мне кажется, что я его знаю. Прошло несколько секунд, и я вспомнил. Это тот водитель автомобиля, который помог мне полтора года назад, и отказался взять деньги. Сейчас я могу отомстить вам, сказал я. Он удивленно на меня растерялся, смотрит. Вы меня не помните. Несколько минут, и вдруг он вспомнил, что что-то было. Мы обнялись с ним с дружеской теплотой такой. И он говорит, ему сказал человек, теперь наступает воздаяние. Когда вы отказались у меня брать деньги за ремонт, теперь, конечно, я не возьму у вас, описал ему свои попытки на протяжении какого-то времени искать его, чтобы заплатить. И теперь Бог поставил вас на моем пути, и в этот момент подходит для расплаты. Что случилось в конце концов? Человек говорит, я решил вернуться к религии. Причиной послужило то, что я увидел, какой механизм творец задействует в этом мире. Я мог бы искать его много лет, не нашел бы никогда. Но Бог создал ему проблему с колесом в тот момент, когда я проезжал мимо и наткнулся на него. Разве мог я сам построить эти события собственными силами? Понятно ей. Я увидел, что в мире есть хозяин. Что если он... Он может сделать так, чтобы я встретился с водителем, что бы ни сделал. Он может все. Он может для меня сделать все, в чем я нуждаюсь. Поэтому я решил вернуться к религии. Мы опять возвращаемся к тому вопросу, о котором говорили всю неделю. Видят все. Выводы делают далеко не все. Понимают многие. А выводы... То есть, понимаете, у нас есть расстояние между вот этим вот что видишь и на что реагируешь. В этой главе недельные и трон написано 6 дней работой и делай свое дело. А в седьмой отдыхай. Вот заповедь шабата. Не делай никакой работы. Казалописи стихи рассказывают нам только о том, что в 6 дней разрешено трудиться, а в седьмой делать отдыхать. Однако Медраж Авод де Раби Натан говорит интереснейшую вещь. Что есть повеление, и здесь оно сказано, не только отдыхать, а 6 дней трудиться. Медраж приводится из лечения мудреца Торы Шамая о необходимости любить труд по одной простой причине. Вы знаете, написано, что человек, который ничего не делает, человек в безделье. У него мозги начинают заниматься абсолютно не тем. Если мы не загружаем себя, то мы перестаем развиваться. Основываясь на вышесказанном, слова этого Медража можно объяснить следующим образом. Человек не должен думать, что труд это только средство для достижения цели. Труд сам является целью. У труда есть свое собственное значение. Не важно, какой у тебя труд, книги читать или копать яму. Чем должен занят быть? У него должна быть какая-то работа. У труда есть собственное значение. Оно способствует совершенствованию человека. Это видно, кстати, из слов Элефаза в книге Йова. Человек был рожден для труда. И сказали мудрецы, безделье приводит человека к умопомешательству. И еще сказали мудрецы, безделье приводит к смерти. То есть человек, который ничем не занимается, у него развиваются процессы, которые мы... Энергия общая мира. Надо доказывать каждый день, почему именно тебе должно это быть выделено. Ты строй какие-то планы, делай что-то. Не важно. Причем разница между построением лунной базы и прочтением книги, это наверху небольшая. Но делай что-то, занимай себя чем-то. Сегодня, буквально через несколько часов будет шаббат. И вы знаете, я много читал, как разное определение шаббата. И вот самое потрясающее, которое я встретил, звучит следующим образом. В течение шести дней думай о том, как жить, а на седьмой день задавай себе вопрос, для чего живешь. И вот это вот очень важная мысль. Попробуйте о ней подумать. Хорошего вам шаббата. Браха вы от слаха. Чтобы у всех не было никаких проблем в этот шаббат, только радость и улыбки в доме. Браха вы от слаха. Спасибо. Спасибо.